Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами рассмотрим работу уже реальной программы на языке Python. Ранее мы с вами обсуждали фундаментальные микроосновы, говорили, почему язык Python, говорили о структуре программы. Однако для закрепления понимания нужно посмотреть на, так сказать, боевую практику. Прежде всего перед вами IDE, то есть инструмент для разработки софта, это PyCharm. Так уж сложилось, что это IDE вызывает у меня положительные эмоции. И, собственно, в качестве примера я выбрал максимально простое, это калькулятор. Однако, несмотря на то, что это максимально простое, в нем мы можем увидеть немаловажную для нас конструкцию. Итак, как это работает? Давайте с вами посмотрим. Собственно, выводится у нас информация вот здесь. Он говорит, скажите знак плюс. Чему будет равно X? Ну, допустим, 25. Чему будет равно Y? Ну, допустим, 75. Итого 100. И снова предлагает нам знак. Давайте посмотрим на программу сверху вниз. То есть у нас объявляется первая переменная. И input это, собственно, метод, как угодно называйте, да, особенно. Сейчас не столь важно. По сути, это инструмент, который позволяет предложить пользователю программы ввести один из вот этих вариантов. Да, вот они перечислены через запятую. Плюс, минус, да. Как бы умножить, поделить. Однако, обратите, пожалуйста, внимание. Я вот начал прямо отсюда. А тот, кто прочитал книгу, которую рекомендовал в прошлом видео, он заметил бы, что на самом деле программа началась не отсюда. Программа началась, во-первых, вот отсюда, да. То есть вот это для нас, обратите внимание, информацию. То есть вначале выполняется вот эта вот строка, да. То есть еще раз, программа выполняется сверху вниз. Да, как мы говорили. И вот это отличный пример. То есть вот она выполнилась. Давайте перезагрузим, как бы с вами. Остановим выполнение. И давайте перезапустим. То есть исполнилась строка print. Он вывел. А дальше у нас запустился цикл. While true. То есть цикл while, чем он отличается от цикла for и так далее, вы познакомитесь в книжечке, на которую, собственно, я указал. Да, я указал вам на первую вводную книгу и вторую книгу из двух томов. Для общего ознакомления. Если кто не понимает то, что мы сейчас смотрим, значит, вы книжечку эту не прочитали хотя бы первую. Дальше у нас, соответственно, что в цикле? Объявляется переменная. В переменную у нас будет записано значение. Input это, по сути, инструмент, который предлагает пользователю выбрать одно из этих значений. Соответственно, мы видим это. Вот слово, все, что в кавычках мы с вами помним. Это выводится как текстовая строка. Что мы можем выбрать? Ну, давайте, допустим, выберем с вами плюс. Дальше нажимаем Enter. Когда мы нажали Enter, что у нас произошло? Он перешел, мы видим с вами, да, то есть X, что такое? Ну, Y. Итак. Если мы нажали 0, то программа остановила свою работу. Но мы нажали не 0, мы нажали одно из вот этих значений. Вот, собственно, эта строка, да? Если S в этом списке, в нашем случае, в этих вариантах, как угодно. Сейчас не суть важна терминология. Важно, чтобы вы поняли, как это работает. То X просить ввести пользователя. Y просить ввести пользователя. Ну, и, собственно, привести его к флуат. Типа. Хорошо. Я введу X. 10. Я введу Y. 15. Что будет, когда я нажму Enter? А дальше он пойдет вот сюда. Если переменной S был плюс, а у нас был плюс, то он выведет нам. Что он нам выведет? Ну, и кто понимает, что он нам выведет? 25. Ну, логично. Раз он прокрутился, как бы, опять же, он явно прокрутился и вернулся вот сюда. Хорошо. Теперь вопрос. Что было вот здесь? Что это? То есть, X плюс Y. X плюс Y. Вопрос. Что вот это такое? Знак вопроса. Это 2F. Кто-нибудь видит переменную F? И здесь у нас, если был минус 2F. И здесь у нас 2F. То есть, если умножить. То есть, вот это у нас значок деления. Если было деление на 0, да. Если все-таки на 0 не равно 0, то делим нормально. Если пытаемся разделить на 0, то возникает ошибка. Давайте мы с вами, допустим, поставим знак минус. И напишем 10,5. Здесь напишем 5. 5,50. Вполне все правильно. Давайте подумаем. А может быть нам вот это не нужно? Давайте вот мы его аккуратненько отсюда... Удалим. Вместе с этим знаком. Видите, никакой ошибки не произошло. Ничего не заглючило. Давайте так еще раз. 11.5. Вопрос. Здесь у нас знак. Одиннадцать точка пять. Семь. Четыре с половиной. Нет никаких проблем. Минус прекрасно отработал без вот этой вот волшебной части. Отсюда вопрос. Что это? Что вот это за знак вопроса? Да? Ну, грубо говоря, вот это что такое? И я бы хотел, чтобы вы ответили в комментариях. Зачем, по-вашему, в программе нужен вот этот кусочек? Да. Если вы думаете, что я вам скажу. Нет, не скажу. Потому что так неинтересно. Потому что работа программиста – это непрерывный поиск ответов на очень нечетко формализованный вопрос. Я взял вот это вот приложение просто с интернета буквально. Я, конечно, понимаю, что вы можете найти ответ там же. Но подумайте. Вот я для вас, для примера, убрал это. Ничего, на первый взгляд, не изменилось. Однако разработчик зачем-то в каждой строке пыхтел, вводил. Что, какой-то дурак? Ну, я думаю, что нет. Давайте вернем. Вот. Ну, давайте попробуем для... Нет, нам это сложно слишком сюда ходить. Давайте попробуем для, так сказать, прям убежденности. Воспользуемся знаком делить. x у нас будет 5. y будет 0. Деление на 0. Ну, соответственно, мы провалились вот сюда. Грубо говоря, цикл у нас, как только мы доходим до низа, возвращает обратно. Можем написать здесь, например, какое-нибудь число. То есть, грубо говоря, все, что он не находит вот здесь, он автоматически превращается в неверный знак операции. То есть, если иначе, 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 внутри, обратите, пожалуйста, внимание, внутри условия, внутри ветвления, как угодно, да, есть еще одно ветвление. Это то, что, опять же, мы обсуждали с вами на прошлом занятии. В ветвлении, 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 а здесь еще в 17-м ветвлении может быть и цикл. И нет, я не рехнулся. Это вполне нормальная ситуация. Ну, обыденно, я бы сказал. Что еще у нас может быть? Может быть, у нас, например, ноль. Ноль, это мы вышли из вот этого цикла. Потому что, соответственно, ноль в качестве знака операции, да, грубо говоря, вот. Если переменная равна нулю, то все. Обратите, пожалуйста, внимание, в этой программе мы увидели цикл, мы увидели ветвление, мы увидели вложенные ветвления, вот. Мы увидели проход, вот. В общем и целом, несмотря на то, что эта программа, ну, откровенно, примитивна, примитивна, мы увидели здесь все ключевые инструменты, вот, присвоение переменной, ну, в принципе, все ключевые операции, да. Мы здесь увидели привидение к типу, вот. И даже вот увидели здесь, ну, вот этот кусочек, который и там, и там, и там, и там встречается, да. И задали себе вопрос, зачем разработчик, который написал этот калькулятор, нет, нет, вот, добавил его. Я вот тоже хотел бы узнать это и, надеюсь, узнать это от вас, если вдруг кому-то будет интересно. Видите, да, то есть большое ветвление с циклом, здесь меньше, 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 меньше. То есть, собственно, вот, если смотреть на вот это ветвление, на вот это вот, if, то оно вложено сюда, а он вложен, в свою очередь, буквально вот сюда. И в каком-то смысле оно вложено вот в цикл. Ну, условно говоря. Можно сказать, что вот для простоты раз, два, три. Ну, собственно, вы сами можете посчитать, да, раз, идет, здесь видно мышку, два, три. Обратите внимание. Оп. Нажимаем. Не, нам не надо. То есть мы развернули его раз, развернули его два. Вот, тут свернули. Это мы прям резко так свернули его. Раз, два, три. То есть даже в такой достаточно примитивной программе у нас, ну, по сути, вот три уровня. Можно выделить, и IDE вполне прекрасно их нам демонстрирует. Какой надо сделать вывод? Вы знаете, не особо какого-то большого вывода здесь есть. Я бы пока сформулировал следующее, что писать программы – это работать с неким формализованным набором инструментов, составляя из него достаточно сложные композиции. Мы, как бы, примерно все с вами слышали о том, что мир состоит из атомов. Это нам в школе рассказывают. И то, что атомы нашего тела, ну, ничем не отличаются от атомов табуретки. Объективности ради, да. Мы не говорим про молекулы, да. Но мы можем даже небо с ними опуститься там ниже, да, протоны, нейтроны. Мы с вами знаем, что не бывает никаких паратонов мыши, паратонов поросенка, да, и паратонов человека. То есть, примерно мы понимаем, что атом ядро, оно что у поросенка, что у человека, оно идентичнее. Как бы, если я ошибаюсь, поправьте меня. Вот. Примерно то же самое с программой. Вот эта программа, она, возможно, как бы, написана для примеров. На самом деле, те же самые инструменты, да, то есть присвоение перемен, ветвление, будут в программе, которая будет работать с машинным обучением. В программе, которая будет нам формировать, например, выведение интернет-магазина, странички. В программе, которая будет описывать логику в компьютерной игре. Питон, кстати, применяют в этой сфере. И так далее, и тому подобное. И хуже того, или лучше того, я не знаю, честно. Если мы с вами возьмем другой язык программирования, то здесь, конечно, будут немножко другие буквы, да, там будет, например, если PHP не принт, то будет эхо и так далее. Но логика-то будет та же самая. Мы все так же найдем там цикл while, найдем инструменты, предлагающие пользователю ввести какие-то значения. Найдем ветвления, многоуровневые ветвления, вложенные ветвления, вложенные циклы. Найдем операцию break. По большому счету мы найдем то же самое. Почему это произойдет? А произойдет это потому, что в конечном счете все эти языки компилируются в машинный язык. Потому что все эти высокоуровневые языки, они созданы были для человеческих существ. На канале имеется целый плейлист, я оставлю на него, прямо под этим видео, ссылочку о том, как это на низком уровне происходит. Но если вы внимательно знакомитесь с тем достаточно сложным плейлистом, значительно более сложным, чем вот этот листик знакомства с программированием, то вы поймете, что всякий язык программирования в конечном итоге сводится к тому же самому. Могут быть ограничения. Да, есть языки, которые не поддерживают парадигму объектно-ориентированного программирования. Есть языки, которые что-то тоже не умеют. То есть в основном отличия, если и встречаются, то ключевые отличия идут по ограничениям. И по уровню, да, грубо говоря, чем язык более высокоуровневый, тем ему нужно больше пройти трансформации в некотором роде. Для того, чтобы в конечном счете скомпилироваться в машине. Давайте так. Пока вы не смотрели, вылез. В машину. То есть машина, она как говорила на языке нулей и единиц, так она по-прежнему на нем и говорит. То есть в далекие старые времена программисты писали на языке нулей и единиц. Потом они начали писать на ассемблере. Потом там босси, потом си плюс плюс, как бы. И конструкции становились все более человекочитаемые и все менее понятные для машины. Поэтому, собственно, между машиной и человеком есть переводчик. Конкретно и подробно о переводчиках я рассказывал в том еще достанном курсе. Здесь я вас грузить не буду. Пока можете просто для себя понимать, что есть некий переводчик, который в машине объясняет, что эти конструкции должны и говорить реально на машинном языке. Она, исходя из этого, в дальнейшем выполняет операции, которые ей приказаны, и визуализирует нам вот это. То есть что я хочу, чтобы вы вот сейчас поняли. Я хочу, чтобы вы поняли, что есть взгляд программиста. Вот он. Есть взгляд машины. Естественно, это не вот это. Опять же, в курсе я рассказывал, что машина понимает, что машине передается. А есть взгляд пользователя. То есть пользователь, который смотрит в вашу программу, он видит вот это. Вот это. Он не видит больше ничего. Абсолютно. Совершенно. То есть вот выполнение программы остановилось. Пользователь заходит в вашу программу. И вот представьте, что вот это все он не видит. С, он видит вот первую строчку. У нас просто у этого калькулятора нет графической оболочки своей. Есть только логика. И видит он вот это. Представьте, рабочее место пользователя. Он пишет. Так, мне нужно умножить 9 787 на 147,59. Так, спасибо тебе программа. Вы, как молодой программист, должны понимать, что все, что происходит под капотом, А это вот это вот. Вот это все. Его не интересует. А вас, как программиста, чаще всего, моя, по крайней мере, практика показывает, не интересует то, что находится на уровне ниже, на уровне, грубо говоря, самого компьютера. Назовем это так. То есть программно-аппаратного комплекса, который исполняет ваш код. То есть, еще раз, пользователь, программист, ну и программно-аппаратный комплекс, который, собственно, всю эту работу выполняет. Да, для вас, как для программиста, и, как бы, и для пользователя. Надо понимать, что уровни 3. И все-таки в голове это держать, что вы, как программист, работаете для пользователя, а программно-аппаратный комплекс работает для вас. На этом спасибо за внимание. До свидания.